8 апреля 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет об учреждении волосных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам. Первоначально Красная Армия формировалась на добровольной основе, однако начавшаяся гражданская война, а затем и иностранная интервенция, потребовали для защиты советской власти создания регулярной армии. Активная деятельность военкоматов позволила в кратчайшие сроки создать сильную Красную Армию, укомплектовать ее рядовым и командным составом, вооружить и обеспечить всем необходимым для ведения боевых действий. Великая Отечественная война выдвинула перед военными комиссариатами небывалые по сложности и масштабам задач. Величайшим испытанием стало проведение мобилизации граждан, транспортных и других ресурсов страны. Только за первые 10 дней войны в армию было призвано 5,5 миллионов человек. Всего же за годы войны военкоматы призвали в Красную Армию более 30 миллионов человек, поставили тысячи единиц техники из народного хозяйства, обеспечили всеобщее военное обучение граждан, внеся тем самым важнейший вклад в достижение победы над фашистской Германии. В настоящее время на военные комиссариаты возложены задачи, от выполнения которых зависит состояние боевой и мобилизационной подготовки российских вооруженных сил. Накануне юбилея на сцене театрально-концертного комплекса «Щелковский театр» чествовали сотрудников военного комиссариата городов Щелково, Фрязино-Лосинопетровские и Щелковского района. Лучшие работники были награждены юбилейными медалями «100 лет военным комиссариатам», получили грамоты, благодарности и памятные подарки от главы Щелковского района. Сегодня мы с гордостью говорим о том, что честь служить в вооруженных силах, благодаря вашей ежедневной кропотливой работе, приобрела новый статус. Сегодня мы говорим о том, что молодые люди едут за свой район в Щелковский, за гордость считают пойти служить в ряды вооруженных сил. В этом году наш райвоенкомат занял второе место в рейтинге лучших военкоматов Московской области. Я очень рад, что возглавляю такой дружный коллектив Щелковского военкомата. Я вам благодарен за вашу работу. Также хочу сказать, что губернаторам дана высокая оценка нашей работы. Я вам благодарен с 4 апреля. Хочу поздравить вас с нашим юбилеем, пожелать крепкого здоровья. Всего самого лучшего. И со сцены, и в кулуарах звучали слова благодарности и поздравления сотрудникам Щелковского райвоенкомата. С вашей, в общем-то, подачей, с вашей помощью за последние 6 лет были восстановлены историческая жизнь, пути, места проживания всех погибших военнослужащих, которые проживали на территории Щелковского муниципального района. Места их жительства, школ, были установлены мемориальные доски. Этого дорогого стоит. Армия начинается от военкомата. Поэтому я считаю, что они являются и папой, и мамой нашей армии. И я горжусь, что вот сейчас наша армия действительно мощная, действительно ее уважают все, ее немножко и боятся. Так и должно быть. Поэтому я от всей души, от жителей поселения, от себя лично поздравляю их с этим. И желаю им только хороших призывников, которые не бегали бы от армии, а шли бы и стояли в очереди. Хотелось бы пожелать им в этот день, конечно, только процветания. Ну и чтобы призыв наш год в год был не меньше, а только больше. И как нужно больше ребят прошло службу в вооруженных силах Российской Федерации, и в частности в воздушно-десантных войсках. Мы вас ждем. Я бы хотел пожелать дальнейших успехов в работе. Хотел бы, чтобы условия работы совершенствовались год от года. Чтобы их планы, а я знаю, планы эти есть у них, свершились. Ну а всем здоровья, благополучия и самое главное, мирного неба над головой. А завершилось торжественное мероприятие большим праздничным концертом, в котором участвовали многие творческие коллективы района. Служить России суждено тебе и мне, Служить России в удивительной стране, Где солнце новое встает на небе сильнее. Плечом к плечу идут российские войска, И пусть военная дорога мягка, Мы будем верою и правдою с дуги России.